всем привет поздравляю всех с наступившим 2024 годом всех друзей подписчиков знакомых зрителей моего канала ну и сегодня у нас уже третье число так как я работал видео не снимал не заливал вот давайте немножко посмотрим что у нас происходит сейчас просто наверное в теплице вы просто посмотрите потому что ну слышно меня будет вряд ли потому что там живут громко-голосы мы уже естественно им всем положили корм корм это у нас в основном фрукты сейчас то что осталось вот пожалуйста но опять я ходил конечно за просрочкой в магазинах брал то есть у нас добавляется постоянно сейчас пойдем в курятник внизу у них был хлеб конечно хлеб они подъели да и либо я оставил поменьше то есть за следующим ведром я практически не съеден сейчас идем в курятнике мы уже насыпали пепел то есть там у нас сейчас будет зольные ванны все что вкусно они выбрали подъели все остальное раскидали на естественно будет доедать вот тут у нас зольные ванны небольшие то есть я никуда не насыпаю в отдельную ванну не переживайте на курице не кровь так вареные овощи покрутиться немножко походят вот тут у нас естественно уже сиди девочка суши золотуши яйцо уже собрали частично здесь у нас тоже также 7 до утки сели с ним склоны тоже уже подъели немножко естественно так как у нас хозяйство за новый год и все остальные праздники какие-то моменты не дают нам возможности расслабляться отмечать праздновать прям усиленно то есть не думайте что я болел там три дня и поэтому видео не было как раз первый же день 1 января с утра надо было идти накормить вечером также 2 то есть 2 числа естественно кормил ходил сам уже первое число мне надо было на работу вчера еще убирал очень много снега до этого не было времени вот такие вот у нас наевшиеся то есть вот даже так мне посмотреть видно что она наелась вот у меня получается золт вот он золт то есть бочка наполненная сегодня решила все-таки снять видео показать как у нас что у нас ну по сути у нас без изменения вот единственному сегодня добавили золу у нас появились вот такие вот кадры часть они уже раскрывали часть сейчас раскидают на этом не остановимся добавим наверно еще золы то есть видите курица очень интересно стало что такое происходит не совсем удобно конечно сделал наверно но сейчас вот это золу раскидают посмотрим может сегодня завтра завтра между двумя ночами я думаю что завтра не получится просто завтра либо сегодня накидаем опять очередной раз подстилку и запила потому что все что у них было они частично раскидали частично они притоптали поэтому это все-таки обновляйте чтобы было теплее пушку мы также увеличили по мощности для того чтобы у нас было тепло в курятнике звучит естественно мы в новый год не съели ананас поэтому курицы сегодня поели ананас и я-то не довольно хорошо то есть даже я могу иногда себе не позволяет такие фрукты то есть плане манго манго в основном всегда все попадает такое уже мяты с пятнами и так далее то есть манго обязательно все нарезается косточка посередине оставляется и это же вот самое магазине допустим манго себе не буду брать просрочки выпадает сегодня еще после новогодних праздников просрочки была какая-то там рыба то есть это естественно сразу все попало курицам вот подкармливаем такими вот интересными продуктами то есть до этого у нас не жили только на комбикорме очень редко ему подавал что такое то есть соседи вот так как мы живем в снт соседи приносили огурцы помидоры и так далее то есть все приносили такое из своего хозяйства специально для куриц то есть приносили много свеклы мелкой картошки естественно свекла картошка у нас все отваривалась и сейчас даже на печке стоят две кастрюли отвариваются то есть на завтра у нас уже планируется подготовлено вареные овощи вот курицам не стал добавляется естественно хлеб так как и не надо чтобы они страдали ожирением гусей будем честны и открыты разделки внутренние органы все были в жиру то есть это камни показатель того чтобы кормить левом или перекормим по факту вот так не скажешь что чтобы пищи прям жирная когда разделываешь уже видишь то есть вот они вареные овощи они раскидали свежие овощи они подъедают купаться особо они не хотят естественно вот петух стоит смотрит что тут последнее время очень странно себя ведет больше поглядываю на его преемника на его сына точную его копию вот пожалуйста вот так вот происходит ничего такого в этом нету то есть ничего вы здесь не увидите так происходит оплодотворение яйца на инкубации сейчас мы конечно на это сильно не обращаем просто присматриваемся петухам которые у нас рабочие молодой цыгана естественно к сожалению у нас не стало потому что были ситуации когда мы жалели пытались вытянуть но естественно так как мы не пользуемся медиками медикаментами то антибиотиками и всем прочим из химического состава то естественно у нас бывают потери вот поэтому мы приняли решение о том что если что-то у нас происходит не так лучше убрать пусть грубо говоря яиц будет не 10 5 но не будет у здоровых кур естественно никаких проблем у нас не будут возникать сегодня немножко запоздал то есть обычно захожу тут в пол седьмого сегодня зашел попозже уже светило солнышко естественно в курятнике было светло подсветочку естественно тоже открыл то есть подсветочка у них тоже была вот то есть курица уже сошла яйцо у нас вот оливкового цвета есть вот яйцо тепленькая только что из печки индоуткам тоже не даем пока села не прям в большом количестве потому что мне надо чтобы они сейчас все неслись то есть я задерживаю яйценоскость у гусей у таки индоуток так как мне нужно яйцо оплодотворенное именно в период инкубации инкубация у нас примерно через полтора два месяца начнется то есть мы начнем же первые попытки инкубации делать естественно у нас есть брудер брудер наверное еще и сделаем еще один потому что брудер надо сделать но совсем малышей на маленькое количество птиц но такой чтобы можно было выбрать дома то есть тот который сейчас у нас он довольно большой то есть думаю его заносить не буду даже если он залезет домой я его не занесу потому что там нет смысла его держать вот чуть поменьше уже можно будет занести домой то есть инкубацию начать и ну естественно там уже месяц пройдет не брудере поживут переместим их уличный брудер там уже будет конец марта начало апреля то есть возможно уже будет тепло если не будет тепло естественно брудер мы будем закрывать лампа внутри будет красная то есть никаких проблем не будут возникать мы уже это проверили то есть до этого мы пробовали всякие пенопластовые ящики различные коробки и так далее то есть мы пробовали все что найдется под рукой потом сделали брудер еще и он доделали конечно сейчас на период на зимний можно в принципе заняться и брудером данный момент выпал снег то есть сегодня вот уже снег не падают заморозки у нас опять 5 на улице 28 градусов со знаком минус но естественно то есть руки не доходят так скажем все равно планируем что-то поменять что-то сделать доделать переделать то есть в этом году у нас планы немножко по масштабнее поболее то есть мы доводили прошлом году количество голов именно птицы более 150 штук в этом году планируется довести более 200 штук то есть каждый раз вам расширяться но при этом в планах у нас мы убрали кроликов полностью только то есть сейчас он кроликов не держим основа будет на птице естественно у нас выделать одно помещение это крыльчатник как раз для птицы тут вот у нас тоже сидит курица породу кучинская юбилейная собралась снести яйцам то есть если вы обратили на меня нет прям таких идеальных гнезда то есть я видел гнезда которые делаются со шторочками и со всем прочим то есть люди грубо говоря на пенсии занимаются там там усиленно курицами и так далее в моем случае это держим куриц при этом обработаем при этом как бы уделяем внимание им уделяем внимание естественно живности помимо куриц уток гуси то есть у нас также три собаки и три кошки благодаря просрочке у нас собаки перешли на молочное питание то есть это кефир и йогурт и молоко дошло уже до того что они не едят то есть они уже устали от молока устали от хлеба то есть все равно варим кашу одна из собак очень любит огурцы то есть у нас попадают огурцы надаем огурцы ну это так чисто под кормку немножко хочется и курицы естественно получают как овощи фрукты различные добавки в виде там рыбы в виде там ну мясных продуктов конечно им не достается мясные продукты достаются кошкам собакам и плюс ко всему все равно добавляем отруби добавляем комбикорм то есть это все естественно не игнорируйте то есть это обязательно должен быть рационе но это по нашему мнению то есть я никому не навязываю как кормить не никого не учу как кормить то есть у меня есть свой личный опыт свои какие-то моменты то есть ближайшее время то есть это буквально через недельку наверно будем заказывать 5 комбикорм то есть комбикорм имеет свойство заканчивается сам само собой ну и будем заказывать то есть важные мешанки пока что не делаем не делаем так как на улице мороз естественно она будет застывать но тут есть момент то что вроде бы курица у нас тепле при этом у нас гуси живут теплицы без обогрева и поэтому не делаем важную мешанку потому что она застывает вот посмотрим дальше то есть естественно добавляем помимо трубе и комбикорма дружидаем еще и зерно смесь то есть ну вот давал цельное зерно тоже читал комментарии то что цельное зерно там дольше перерабатывается кто-то говорит для тепла мы больше смотрим на то как усваиваются как едят курицы то есть пробовали различные виды комбикорма какой-то комбикорма не едят какой-то не едят какой-то крупный какой-то мелкий какой-то приходится запаривать какой-то не приходится запаривать если не сразу едят ну естественно что-то выбрали уже свое также предпочитаю брать зерно смесь естественно все ее могут поесть то есть и курицам особенно на вечер удобно давать то есть они поклевали поклевали быстро вот так же на на сесть и спать то есть ну естественно все остальные тоже также зерно поели и спящий режим вот как-то так еще раз всех с наступившим 2024 годом всем удачи кому интересно пробуйте занятие довольно интересно ну естественно нужно время несмотря на все вот эти вот вот внешние то что время нужно всегда и всем уделять представляете петух куда залезет поближе к солнцу ну так как на улице очень холодно то естественно никого лучше всем пока